Здравствуйте! В эфире новости Дагестана на телеканале ННТ. С вами Махач Курбанов. Мы находимся все еще дома и вещаем, как и прежде, дистанционно. Село Сурхачи Кайтакского района полностью закрыто в целях предупреждения распространения коронавируса. Это решение было принято главой муниципалитета Алимом Тимирбулатовым после того, как вирус был подтвержден у двух жителей села. Они контактировали с заболевшими во время посещения похорон одного из сельчан. Выезд за пределы населенного пункта ограничен. Все улицы и дома в селе продезинфицируют, а местных жителей отправили на двухнедельную самоизоляцию. Полностью все выезды и въезды в селение Сурхачи перекрыты. Все село и все жители села отправляются на самоизоляцию в течение 14 дней. Это делается для того, чтобы не допустить вспышки и распространения данного вируса. Накануне в Махачкалу прилетел самолет с паломниками из России, задержавшимися в Саудовской Аравии после совершения малого хаджа. Задержка была связана с закрытием границ королевства из-за введения чрезвычайного положения, связанного с эпидемией коронавируса. Всего вернулись около 250 человек. Большая часть из них – жители Дагестана. Среди них и студенты, проходившие учебу в арабских странах. Абдулла Алиф подробнее расскажет о долгожданном возвращении. Более месяца провели вдали от родного дома десятки дагестанцев. Паломники из России с началом активной фазы вирусной пандемии в мире стали вынужденными заложниками на святых землях. Все границы и аэропорты закрылись. Власти Саудовской Аравии прекратили авиасообщение с большинством государств. В стране был введен комендантский час и ряд ограничений по передвижению между городами. Нашим гражданам пришлось на последние средства оплачивать проживание на чужбине, где цены на товары и услуги довольно высоки. Они закрыли аэропорт. Закрыли то, что летает международный самолет, они закрыли все полностью с другими странами. А внутренне они оставляли. Через неделю, 5-6 дней они уже закрыли между городами тоже. Полностью аэропорт закрыли они. После этого пришлось нам вернуться уже в Медину, потому что в Джиде жить тоже не получалось, потому что чем в Медине, в Джиде жить дороже тоже. И касательно финансово тоже у нас не очень такое хорошее положение, потому что находимся в плачевном состоянии тоже. Все это время российское консульство в Джиде вело активную работу по организации возвращения наших граждан. На протяжении всех дней вынужденного пребывания россиян в Саудовском королевстве дипломаты отслеживали места нахождения задержавшихся паломников из России, составляли их списки и готовили людей к отправке на родину. С принятием правительства России постановления о организации вывоза российских граждан, оказавшихся в тяжелой ситуации в материальном положении за рубежом, мы начали уже конкретную подготовку к организации вывоза. И по тем категориям, которые подпадались под вывоз, это туристы, паломники и лица, находящиеся в прибывающих за рубеж ту или иную страну после Нового года. Не обошлось и без трудностей. Как поясняет генконсул России в Джиде Багаудин Алиев, в связи с введением новых электронных виз граждане России, воспользовались возможностью самостоятельно отдельно от турфирм отправляться в священные города, и поэтому расположились в разных частях Саудовской Аравии, что усложнило задачу по их нахождению. В октябре прошлого года, 19-го года, электронных виз, то наши граждане начали активно этим воспользоваться и самостоятельно, индивидуально приезжать в Саудовскую Аравию, и размещаться, и проживать там, где они хотят. Поэтому найти наших граждан, установить наших граждан в местах их нахождения было очень сложно, непросто. Но вот долгожданная и радостная новость. Паломники все же вернулись на родину. Жители нашей республики сейчас временно расположились в санатории. Сейчас они находятся под наблюдением врачей на двухнедельном карантине. Стоит подчеркнуть, что свою помощь консульству для организации перелета паломников из России на родину оказала компания «Марватур». Отметим, что задержавшиеся в Сауде и жители республики поехали туда самостоятельно, не пользуясь услугами турфирм. По предварительным данным, зараженных вирусом среди вернувшихся не выявлено. Абдулла Алиевда Утгасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Сотрудники МЧС продезинфицировали Махачкалинский железнодорожный вокзал. Противомикробным раствором обработаны плитка и асфальт, перроны и само здание. Такие санитарные мероприятия ведомство проводит уже повсеместно. В взаимодействии с руководством Махачкалинского железнодорожного вокзала проводим мероприятия по дезинфекции. Вокзал является одним из ворот в нашу республику. Население отсюда прибывает во все города и районы. Все мероприятия будут продолжаться подразделениями главного управления МЧС Дагестана. Так, работы проведены в 21 муниципалитете и 23 населенных пунктах республики. Кроме того, в минувшие выходные дезинфицировали и международный аэропорт Махачкалы. В Махачкале волонтеры Общероссийского народного фронта посетили дом престарелых. Пожилые люди находятся сейчас в особой группе риска. Особенно их положение усугубляется в связи с распространением коронавируса. Ребята-волонтеры не только помогли продуктами, но и доставили дезинфицирующие растворы. Поддержал волонтеров и Дагестанский государственный университет. Работники лаборатории ВУЗа специально для дома престарелых изготовили средства дезинфекции и обработки помещений, в которых пребывают пожилые люди. Всего работники ДГУ изготовили 120 литров дезинфицирующего раствора из безопасного и простого пищевого продукта – поваренной соли. Жителям Цунтинского района запретили покидать места проживания. Также отменены все ранее выданные пропуска на период действия режима повышенной готовности. Въезд в район закрыт для тех, у кого нет разрешения на пребывание и передвижение на территории муниципалитета. Нарушители будут привлекать к ответственности за нарушение статьи 20.6.1 Невыполнение правил поведения при режиме чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Сейчас в районе под наблюдением находится 12 человек, прибывших из разных регионов страны. Для лечения зараженных коронавирусом в больнице разворачивается стационарно 10 коек. В Дагестане выросли цены на продукты. Так, по данным Дагстата, за неделю более чем на 7% повысилась стоимость лука. Яблоки выросли в цене на 4,6%. Картофель подоржал на 2%. Поднялась цена на огурцы и помидоры. Среди прочих продуктов питания на 2% стали дороже гречка, чай и сметана. Более 6 тысяч жителей Дербенского района остаются без света из-за аварии. Отключение произошло на подстанции Билиджи. Сегодня утром из-за плохих погодных условий. Энергетики проводят восстановительные работы. Считанные дни остаются до начала священного месяца Рамадан. Благотворительный фонд Инсан, который ежегодно организовал коллективные ифтары для малоимущих, не оставит людей без внимания и в этом году. Для подопечных фонда будет организована адресная доставка еды. Каждый день в течение всего Рамадана волонтеры будут доставлять к ифтару уже готовые порции. Фонд Инсан имеет филиалы по всей республике. Благотворительная акция охватит около 10 тысяч семей. Напомним, что из-за пандемии коронавируса в стране запрещены все массовые мероприятия. Поэтому им было принято решение изменить формат оказания помощи нуждающимся. Мурат Нухкадив оказался сильнее всех на онлайн-турнире Бёрби. В так называемой домашней суперлиге приняли участие звезды российского спорта, представители самых разных дисциплин. Все они вышли в эфир из места самоизоляции. Бёрби – это универсальное упражнение, сочетающее прыжок, планку и отжимание. За одну минуту представитель дагестанской школы вольной борьбы Мурат Нухкадив сделал наибольшее количество повторений – 41 раз. По этому показателю дагестанец заметно опередил всех соперников. Ближе остальных к нему подобрался олимпийский чемпион подзюду Арсен Галстян, которому удалось совершить 38 повторений. На этом у нас всё. Берегите себя, всего вам хорошего. Оставайтесь дома. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин